Символом нашей страны должны быть не пустыни, а леса и сады. Наращивая упорно год за годом лесные массивы, мы поможем не только себе и своим потомкам в улучшении экологии, но и самой планете. Национальный парк расположен на северном макросклоне Зайлийского Алатау на площади 199,7 тысяч гектаров, непосредственной близости от города Алматы. Протяженность парка в широтном направлении значительна. От реки Шамалган, его западной границы, до реки Щелек на востоке она составляет 120 километров, а в поперечнике около 30 километров. Южная граница проходит по водоразделу Зайлийского Алатау, северная же смыкается с границами Алматинского мегаполиса, а также сельских и городских округов Карасайского, Толгарского, Янгыши-Казахского административных районов Алматинской области. Абсолютные высоты, в пределах которых расположен Национальный парк, колеблется от 600 до 4600 метров. Климат северного макросклона Зайлийского Алатау характеризуется умеренно теплым летом и умеренно суровой зимой. Мягкость зимы обусловлена резко выраженной инверсией температуры воздуха. Средняя температура воздуха с самого холодного месяца января минус 7 градусов, а самого теплого 23 градуса по Сельсии. Продолжительность безморозного периода составляет 181 день. Годовое количество осадков 560 миллиметров. Но следует оговориться, что это усредненная цифра, так как центральная часть Зайлийского Алатау получает больше всего осадков, а западнее и восточнее выпадает их меньше. Теплый период не имеет высоких температур. Средняя температура воздуха на ледниках летом не превышает 2,8 градусов по Сельсии. Национальный парк в структурном отношении состоит из дирекций, расположенной в селе Таусамала, четырех филиалов Ахсайского, Толгарского, Медеусского и Тургенского, а также Алматинского природного заказника и рощи Баума, которые входят в его состав. Неповторимы природа и экологические особенности национального парка. Здесь можно наблюдать уникальный ряд вертикальной ландшафтной зональности от разнотравной степи до альпийских лугов и покрытых вечными снегами и ледниками вершин. Защита природных комплексов, в том числе лесов и других объектов парка, заключается в осуществлении следующих мероприятий. Первое. Предупреждение и ликвидация последствий снежных лавин и селевых выбросов. Второе. Защита лесных насаждений, своевременное выявление очагов вредных насекомых и болезней леса и борьба с ними, санитарные и прочие рубки леса, расчистка в связи со строительством лесохозяйственных и противопожарных дорог и прочее. Третье. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия людей и ветеринарного мониторинга. В целях постоянной готовности парка к возможным катастрофическим явлениям природного и техногенного характера разработан план соответствующих мер, предусматривающий систему одновременного оповещения сотрудников парка, резервный транспорт для эвакуации людей, технику и группу ликвидаторов впоследствии стихийных бедствий. На юго-западе Алматы, буквально сразу за границей города, раскинулось урочище Алма-Арасан. Это горное место располагается на северном склоне Заилийского Алатау на высоте 1700 метров над уровнем моря. Природа здесь излучает королевскую силу и покой. Неповторимая, необычная и такая разная. То притягательная домашняя, то холодная суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов. Ни одна из долин природного парка не похожа на другую. У каждого пика свой неповторимый облик. Именно эта красота и эта аура притягивает к ним бесчисленное количество поклонников. Здесь, в урочище Алма-Арасана, есть река, Большая Алматинка, которая слагается из двух ветвей. Левая, известная под именем Проходная, правая, более полноводная, носит название Большая Алматинка. Поднимаясь по горным склоном вверх к истокам реки Большая Алматинка, можно останавливаться буквально за каждым поворотом и любоваться хрустальными ручьями, ледяными изваяниями природы. Из горных ручьев пить можно круглый год. Снег и воздух здесь чистый, пропитанный запахом хвои. Это одна из чудес в ближайших окрестностях Алматы. Большое Алматинское озеро. Озеро расположено на высоте 2510 метров над уровнем моря. Котловина озера тектонического происхождения сложной формы. На скалистых берегах озера видны следы разрушения горных склонов. Большое Алматинское озеро одно из наиболее крупных озер Илья-Латаусского государственного национального природного парка. В высокогорном озере даже при жаркой погоде вода не прогревается выше 10 градусов. Большое Алматинское озеро неповторимо своими пейзажами. Богатый и разнообразен животный мир парка. Здесь обитает более 1500 видов беспозвоночных и 213 видов позвоночных животных. Из них 47 видов млекопитающих, 148 видов птиц, 8 видов присмыкающихся, 2 вида земноводных и 8 видов рыб. Наиболее часто в чаще леса и на открытых пространствах можно встретить олени моралов, косулю, а выше в россыпях скал сибирского козерога тека. Нередки кабан, волк, лиса, барсук, а также мышевидные грызуны. Среди позвоночных животных, занесенных в Красную книгу, из птиц 13 видов. Это обитатель побережья горных рек кулик-серпоклюв, соколы, балабан, гербник и шахин. Жители скалистых высокогорий орлы, кумай, бородач, беркут, орел-карлик и стервятник. Редко встречающиеся воробины, расписная синичка, большая чечевица и синяя птица, а также черный аист. Из млекопитающих 8 видов. Хищные звери, красный волк, снежный барс, манул, среднеазиатская рысь, тяньшанский бурый медведь и каменная куница, копытные, архар и крупный южный грызун, индийский дикобраз. Один вид рыб, изредка появляющийся в горных водоемах, и лиская маринка. Следует также отметить, что снежный барс входит также в международную красную книгу мысок. Несколько видов беспозвоночных животных из числа бабочек также являются краснокнижными, например, махаон, тяньшанский аполлон, дельфиц, подальери и так далее. Чрезвычайная пестрота калейдоскопа растений и животных национального парка позволяет в полной мере полюбоваться разнообразием заилийского Алатау. Золотое кольцо